Правила выгула собак. Как это делать? Где это делать? Я уверен, что этот вопрос актуален для многих крымчан, симферопольцев. И сейчас нам об этом подробнее расскажет наш гость. А в гостях у нас Артём Головин, инструктор-кинолог. Доброе утро, Артём! Здравствуйте! Спасибо большое, что нашли время посетить нашу студию с утра. Вам, наверное, не привыкать с утра просыпаться пораньше, потому что надо выгуливать собак? Естественно. Давно вы занимаетесь своей профессией? Профессию уже, 11-й год занимаю своей профессией. Собачка как бы всю жизнь есть, с самого раннего детства всегда с собаками. С собаками ежедневно гуляем, утром, вечером, если есть возможность, днём. То есть очень много времени проводим с собаками. У вас лично сколько собак? У меня одна. Одна собака. Как вы поняли, что вы хотите заниматься этим делом и посвятить ему, собственно говоря, большую часть своей жизни? С самого детства тянуло к собакам, к животным. Так вот как-то сложилось, всё потянуло. Приобрёл первую собаку, пошёл на площадку заниматься. Люди удивляются, когда узнают, что вы кинолог? Начинают как-то что-то говорить по этому поводу? Ну, как бы я вот попервой обращал на это внимание. Ну, а сейчас уже как бы свыкся, тоже люди вроде как бы удивляются. Но я сейчас уже на это внимание особо как бы не обращаю. Итак, где же в Симферополе выгуливать собак? Собак выгуливать в Симферополе? Где придётся? Это очень большая проблема. Да, у нас очень большая проблема. Выгул собак, то есть площадок для выгула собак нету, зон специализированных нету. То есть, ну, люди как бы выкручиваются, то есть где-то в парках, где-то... Вот, Артём, кстати, касательно парков, потому что в парках как раз-таки этот процесс чаще всего и происходит. А можно ли вообще там выгуливать собак? Ну, вообще как бы нельзя, вот, но альтернативы не имеем. Так, давайте разберёмся. Одно дело просто по парку пройтись с собачкой, да, а другое дело наступить в то, что эта собачка после себя оставила. Да, я так понимаю, что просто по парку прогуляться можно, но надо соблюдать какие-то нормы гигиены, да, безопасности? Ну, на самом деле люди, которые как бы занимаются, которые понимают ответственность, то есть они всегда за собой убирают, всегда гуляют на поводочках с собачками. То есть, если где-то рядышком дети, люди, то есть всегда берут поближе к себе собаку, проходят и дальше спокойненько гуляют. Вот, то есть не нарушают никакой непорядок, ничего. То есть, ну, встречаются, конечно, нерадивые хозяева, которые не понимают этой ответственности, что за собачкой нужно ее убрать. Вот, и есть даже такие люди, которые не понимают, что собачку нужно на самом деле выгулить. Собачка, да, сидит дома, вот, разносит квартиру, люди потом удивляются, почему же собака... Агрессивная. Да, агрессивная, разносит квартиру, там гавкает, лает и так далее. А чем отличается зона выгула собак от зоны выгула людей? Зона выгула собак, она должна быть огражденная, вот, должен быть стенд, урны, лавочка. То есть, какие-то, ну, рекомендуется, но это уже больше к дрессировке относится, то есть, могут быть какие-то дрессировочные снаряды. Вот, я, кстати, был недавно в Красноярске. Вот, у них там есть тоже площадочки, хорошие, оборудованные, со снарядами. У нас пока в Симферополе такого нет, да? У нас, да, все обещают, но никак пока... Ну, будем надеяться, что эта ситуация изменится. Скажите, а был ли у вас какой-нибудь случай на работе, когда собака абсолютно не поддавалась дрессировке, и вот что с ней делать неизвестно? И что вообще делать в таком случае? Ну, как мне сказал мой наставник, как бы не бывает глупых собак, бывают ленивые хозяева. То есть, на самом деле, все возможно, все делается, то есть, как говорится, терпение и труд, все перетрут. Вот, как бы бывают, встречаются сложные собаки, ну, просто занимает дрессировка, воспитание в более длительный промежуток времени. Артем, ну, мне все-таки интересно, вы как кинолог, как человек, непосредственно работающий с собаками, связанный с ними, вы наверняка интересовались темой вот этих зон, где выгул собаки можно осуществить. Есть ли какие-то у нас перспективы на полуострове? Перспективы? Да, перспективы есть всегда. То есть, просто нужно задаться целью, найти можно и территорию, и возможности, и все это сделать, оборудовать. Лучше, чтобы территория была в пределах города или где-то за городом, отдельно вниз? Ну, на самом деле, как бы, людям должно быть удобно. То есть, собаки — это, ну, как бы, неотъемлемая часть человека, испокон веков, очень-очень-очень давних. Вот, поэтому, ну, как бы, нужно сделать, чтобы людям было удобно, чтобы это все развивалось, не погибало. То есть, и площадочки, как бы, нужно делать как можно больше, ну, по городу. То есть, в разных частях города разные площадки. То есть, это может быть не одна площадка, а несколько? Конечно. Конечно, все-таки районов города много. У нас же собак все-таки много, владельцев собак тоже очень много. То есть, если сделают какую-то одну площадку, мы просто туда все не влезем. Артем, ну, присоединяюсь. Проблема, наверное, на мне как-то, ну, косвенно тоже сказывается, потому что у меня вот собаки нет, но я ее очень хочу. А заведу ее только, когда такие зоны будут в достатке у нас в Симферополе, в Крыму. Вот у меня такая цель, вот я решил так. Я думаю, Стефан, ты такой не один, на самом деле. Да, да, да. Вам хочу, Артем, сказать огромное спасибо, что вы сегодня пришли, встретили это утро вместе с нами, рассказали много интересной информации. Ну, а нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Артем Головин, инструктор-кинолог.